добрый вечер уважаемые друзья рад всех приветствовать подключайтесь делайте пожалуйста перепост у нас 4 мая 21 40 добрый вечер всем еще раз рад рад всех приветствовать друзья мои сегодня будет сложный эфир поэтому готовьтесь такой информации которую надо будет переварить и сделать соответственно правильные выводы и принять для себя решение пожалуйста еще раз прошу делайте перепосты для того чтобы доводить информацию до максимум количества людей которые заинтересованы получение продивой информации что происходит у нас на самом деле с нашим правительством республики молдова тени там делают и почему возникает проблема у граждан республики молдова при пересечении границ европейских с украины в россии мы сегодня с вами это все обсудим так давайте начнем с ситуации сегодня троебортная значит ситуация заключалась следующем что молдавская сторона не выделила деньги это из этой информации которая приходит с границы молдавская сторона республика молдова не проплатила или отказалась проплатить за конвой который предоставляет украинская сторона соответственно стал вопрос российская сторона пропускает граждан граждане все стоят на машинах семьями на нейтральной территории украинская сторона не пропускает объясняя тем что у нас конвой есть все есть но молдова не согласовала проплату за этого начался весь конфуз начали оперативно связываться с молдавской стороной но она не выходит на связь и соответственно с 8 утра коридор в понедельник и четверг с 8 утра до 8.30 до четырех часов не было никакого решения я обратился за вашей помощью хочу сказать большое спасибо всем кто распространял информацию это сейчас самый важный ресурс который у нас есть для того чтобы правительство комиссия по чрезвычайной ситуации понимала что мы граждане молдовы защищаем свои права не бездействуем когда нарушаются наши интересы с вами молдова на сегодняшний день я связывался буквально пять минут назад еще три семьи граждане приднестровья и российской федерации находятся нейтральной зоне их не пропустили конвой уехал до сих пор не нет информации проплатила молдавская сторона или нет но украинцы я хочу сказать большое спасибо и правительство украины пропускала наших граждан машины без конвоя чтобы вы понимали ситуацию проезжали без конвоя машины для того чтобы помочь гражданам республики молдова виду того что правительство не было беспокойно положение где семьи где были люди возрасте их пропускали соответственно проехали несколько граждан с гражданством россии и с гражданством приднестровья значит на сегодняшний день что касается вопроса правительство приднестровья мы на связи правительство приднестровья обратилась в правительство украина обратилась к российской стороне обратилась посольство российской федерации в украине для оперативного решения вопроса связи с тем что на нейтральной зоне находится порядка десяти человек три семьи граждан республики молдова в том числе граждан жители приднестровья в том числе и малолетние дети там груднички молдавская сторона категорически отказывается согласовывать вопрос для того чтобы через украину пропустили более пропустили граждан российской федерации у которых только есть паспорта приднестровья я смотрю каролина пишет каролин давайте вы сейчас не пишите а послушайте что я вам говорю я говорю за нейтральную зону они в том кто стоит в троебортом сейчас там машины постоянные там больше чем 100 человек значит вопрос на сегодняшний день для граждан приднестровья друзья был эфир где я вам говорю что российская сторона пропустит вас ввиду гражданского признания паспорта приднестровца на основании которого вам выдали российское гражданство мы с вами не затрагивали украинскую сторону но вот сейчас украинская сторона по требованию правительства молдовы не пропускает граждан у которых нету молдавского гражданства какой выход выход выхода 2 либо не выезжать сейчас пока вопрос не будет урегулирован второй выход обращаться в консульский отдел в рабочее время в рабочие дни получить свидетельство на возвращение молдавского образца но это есть факт признание за вами молодное гражданство молдовы не знаю тут вам каждому решать по закону на моментом провозглашения независимости каждый житель приднестровья считается автоматом имеет гражданство и молдовы это решение приняло непосредственно правительство молдавской стороны вы можете обратиться в консульство получить свидетельство на возвращение и с этими документами вы уже беспрепятственно будете пересекать границу россии украины и следовать по территории украины вы знаете что сохраняется еще напряженные отношения между украиной российской федерации поэтому сам факт пересечения гражданами российской гражданами россии территории украины он как бы считается нежелательно но при этом сегодня кто-то смог проехать потому что были был было напряжение еще расскажу большое спасибо всем кто распространял информацию благодаря этому оперативно был решен вопрос даже украинской стороной молдавская сторона как не реагировала так и не реагирует к сожалению так поэтому моменту вам понятно вернемся к вопросу по поводу медицинских полисов я с вами провожу юридические консультации каким же образом вот у нас очень интересно с вами друзья получается что мы с одной стороны баррикады а с другой стороны баррикады правительство республики молдова мы один шаг делаем они нам контрудар делают мы отходим делаем другой шаг они нам опять контрудар делают мы с вами говорили о том что неправильный неправильно было принято решение комиссии о том чтобы медицинские полисы ввели и граждане должны их приобретать за 4056 лей при въезде на территорию республики молдова мы подняли шумиху что решила правительство молдовы ну хорошо давайте мы дадим 72 часа соответственно начали вам давать декларацию которая вас обязала в течение 72 часов приобрести медицинский полис республики молдова если вы его не приобретаете то ваш штраф 20000 лей за неисполнение непосредственно положение которое приняло к ним комиссия по чрезвычайной ситуации какая ситуация на сегодняшний день я начинаю вам объяснять что не надо подписывать вам говорят вы подписываете заполняете собственноручно но можете не подписывать и вы пишете не согласен объясняю вам еще раз что заполненная декларация собственноручно это есть обязательства которые вы на себя взяли написали вы что не согласны не написали разницы нету соответственно граждане понимая уже этот момент отказывается категорически вообще даже брать декларацию в руки и заполнять ее что опять сделала правительство молдовы они же следят тоже за нашими эфирами слушать я мог бы научить каждого как вести себя правильно но они следят за эфирами поэтому приходится уже очень правильно так чтобы и вы поняли они ничего не поняли значит что предпринимает правительство они составляют протокол не скинули этот протокол и по протоколу получается что вы нарушили специальные режимы условия чрезвычайного положения 359 если я не ошибаюсь пункт административного кодекса республики молдова и вам грозит штраф от 10 до 12 условных единиц условно единица в республике молдова 50 лей соответственно вам штраф грозит от там 400 до 600 леев друзья мои это уже маленькая победа в чем первое вы не оплачиваете 4056 лей не согласны со штрафом 20000 лей они дают уже протокол где в случае вами не выполнение условий решения комиссии по чрезвычайной ситуации на основании пункта 24 диспозиции номер 10 которая приняла комиссия по чрезвычайной ситуации вы будете максимум оплачивать 600 лей штраф ну друзья мы же с вами грамотные правда же с нами же нельзя вот так вот как с людьми которые вообще не понимают ничего правительство именно так к нами относятся что мы сейчас с вами делаем во первых я хочу обратиться к юристам республики молдова друзья поддержите свой народ сейчас нужна и ваша помощь для того чтобы мы обжаловали все вот эти протоколы которые составляются на граждан республики молдова отказывающиеся от подписания декларации у нас есть с вами 48 часов по законодательству республики молдова на обжалование протокола но опять же момент очень важный 48 часов случае если на территории страны не действует чрезвычайная ситуация вы же приезжаете у вас только 14 дней карантин соответственно вопрос в течение которого времени в случае если на территории государства чрезвычайная ситуация вы имеете право обжаловать протокол который на вас составили но давайте чтобы мы не уходили полемнику и не объясняли дальше судебном порядке что мы просрочили сроки у нас 48 часов для того чтобы непосредственно обжаловать это решение и дальше пусть она идет по инстанции нам надо сейчас с вами выиграть время но я вам гарантию даю что при правильном заходе этот штраф даже в 600 лев будет снят соответственно друзья мои еще раз пожалуйста кто не понял внимательно пересмотрите эфир когда я его закончу как надо действовать вас обдирает правительство республики молдова наша с вами задача сделать так чтобы не отдать им ни одного лея которые хотят вытащить с наших карманах обманным путем обманным путем по юридически это чисто мошенническим способом как сейчас действует правительство республики молдова в отношении своих же граждан которые голосовали и за президента этого и за парламент и соответственно избрали уже и правительство читал комментарии кто-то написал чего так на президента он сейчас ничего не может сделать в него правительство ему не подчиняется да наверное вы не следите за тем что происходит молдове правительство полностью подчиняется президенту комиссия полностью подчиняется и все решения согласовывается в первую очередь до дома и в том плане что и 4 тысячи леи 20 тысяч лей штрафа это все согласование до дона посмотрите что говорит премьер-министр кику в том что а как мы выживем если не будем с граждан который сейчас приезжает брать по 4 тысячи лею какой-то там дядя вася он как-то сказал не останется без зарплаты я вообще не понимаю чем они там занимаются если даже не могут обеспечить оплату заработок платы пенсий только привыкли за счет граждан работающих за рубежом получать баснословные деньги и показывать какие-нибудь там все сильные специалисты экономисты финансисты как только ушла возможность у нас пересылать деньги в республику молдова все понимаете они как пьесы сосались и давайте дальше с нас вытаскивать уже день денег которых нет значит юристы пожалуйста выходите на меня все контакты есть в соцсетях набирайте нам надо экстренно решить вопрос о о том чтобы создать хотя бы такую ну рыбу форму пример как писать заявление правильно потому что вы можете сейчас кто на кого составили протокол просто прийти в полицию и написать заявление что вы не согласны с данным протоколом но мы будем создавать его грамотно ссылками на конституцию ссылку на гражданский кодекс ссылками на международные нормы закона где нарушается права граждан республики молдова дальше если надо будем обращаться в международные суды засудим всех паразитов которые денег с нас вытаскивают так значит вопрос который у нас идет следующий сегодня еще два гражданина обратились в том что у них родственники умерли на территории российской федерации и кого-то будут кремировать кого-то будут вывозить территории россии хотят вывозить я объясняю что это сейчас практически невозможно решить и я хочу поблагодарить екатерину это нас новый волонтер который занимается вопросом именно связаны со всеми мероприятиями по погребению по кремации умерших граждан республики молдова на территории российской федерации мы переговорили с екатериной екатерина у нас волонтер который прошла курсы показания помощи пожилым людям в экстренной ситуации по коронавирусу я думаю что в ближайшее время главное чтобы мы нашли это время провели с вами эфир где разъясним что такое коронавирус и как себя обезопасить это очень важный момент потому что ситуация друзья моя сложная мои сложная кто-то там обращается по поводу того что самолеты продаются билеты пятнадцатое шестнадцатое число додон заявляет что снимает уже чрезвычайную ситуацию в республике молдова друзья мои республика молдова российская федерация европейские государства это разные страны и нельзя говорить о том что вот все мы покупаем билет мы улетим пока россия не откроет воздушный коридор никто улетать отсюда не будет вы спрашиваете а что делать друзья мои ждать первый вариант второй вариант разговаривайте получайте подтверждение от компании который официально сейчас продает билеты на 16 на 17 мая в случае если рейс будет отменен спрашивайте что будут ли вам возвращаться написано плохо слышно буду громче друзья но голос просто уже не не восстанавливается вы поймите меня будут возвращать вам стоимость билетов или не будут возвращать стоимость билетов получите у них официальное подтверждение этого по заявлению премьер-министра российской федерации 29 числа мы еще не в россии не достигли пика заболеваемости строят больницы большие в разных частях москвы я не могу сказать о том что через две недели снимут все ограничения вы спокойно сможете улетать друзья пока нету этой информации и не спрашивайте меня когда это будет это будет вы сразу увидите заявление официально будет премьер-министра президента российской федерации соответственно тогда и можно уже говорить о том что выезжать с российской федерации спокойно въезжать спасибо потому что я действительно начинаю напрягаться чтобы всем было слышно может сделать звук немножко погромче телефона компьютера телевизора сейчас необходимо ждать соблюдать карантин и ждать тогда уже когда откроют границы будут вы просто сейчас находитесь в таком состоянии вот продали билеты надо быстро его купить для того чтобы улететь друзья если вы сможете улететь 16 числа тогда уже будут летать все самолеты откроют все рапорты проблем не будет с билетами один-два дня дальше будет все хорошо какие проблемы зачем сейчас выбрасывать денег который так у вас нет давайте мы будем подходить к рационально к расходованию ваших средств друзья мои так надеюсь что здесь понятно по поводу транспорта коридор ясно что работы понедельник вторник с 8 30 с 8 до 8 30 есть коридор но повторюсь молдова не очень спешит оплачивать сопровождение граждане готовы уже сами скидываться ну давайте наверно мы так и будем делать выйдем на правительство украины скажем от молдавской диаспоры сколько надо денег за сопровождение 1000 долларов давайте мы соберем всем миром 1000 долларов и перечислим вам официально на счет и так будем делать каждый раз для того чтобы не зависеть от правительства который задача стоит не пустить граждан вы посмотрите что делается они как бы начали контролировать поток граждан как только правительство российской федерации решила выпускать двойным гражданством все они прекратили проплату насчет пренестровцев вообще не хотят слышать включают свои политические амбиции нельзя включать политические амбиции когда идет вопрос жизни людей когда идет вопрос грудничков вы же поймите не питание нету не памперсом не подгузников машине четыре человека одному ребенку три годика второй полтора годика вы себе можете представить что это такое для меня это очень тяжело представить но им все равно так значит по этому моменту тоже я выписал все основные вопросы о чем я хочу с вами поговорить так отмечу по снятию мы с вами переговорили ограничений пока неизвестно и еще раз рекомендую не покупать билеты не покупать у меня уже все ручки перестали писать не покупать билеты по поводу протокола мы с вами переговорили значит друзья мои начали много граждан обращаться в республике республики молдова российской федерации по факту того что их увольняют по факту того что увольняет задним числом по факту того что не выплачивать заработную плату во первых многие из вас работают неофициально 20 лет изо дня в день я твердил вам работать только официально где у вас есть договор где указана ваша заработная плата перебивают на звонками пришли к такому моменту что мы бы сейчас данным трудовым договором либо гражданско-правовым договором защитили бы свои интересы действия в молдове чрезвычайная ситуация в россии особый режим никто не имеет права вас уволить соответственно они обязаны выплачивать заработные платы компании получают дотации от правительства российской федерации какая-то минимальная заработная плата но она будет выплачена всем соответственно не подписывать никакие документы а отпуск за свой счет заявление об увольнении ничего этого не делайте вы сейчас под защитой закона российской федерации связи со всем что происходит юристы нужны в российской федерации не хватает времени друзья мои физически не хватает времени нужны юристы выходцы есть же молодые студенты грамотные активные которые рвут все под собой так ребят давайте вот сейчас как раз то время вы получили образование для того чтобы служить своему народу вот послужите сейчас своему народу практику пройдете хорошую я вас натаскаю покажу скажу как сделать руки просто нужны давайте для того чтобы защищать права и интересы граждан республики молдова и на территории российской федерации и за ее пределами и в молдове в том числе так по поводу транспорта тоже всем понятно что ездят в среду начинают выезжать кто хочет попасть в четверг вы непосредственно в конвой 88 30 конвой отправляется с территории по территории украины пошел много машин 50 80 100 машин автобусы поэтому все-таки взвесьте очень не подумайте несколько раз стоит ли вам сейчас выезжать соблюдайте карантин очень важно особенно если вы едете в общественном транспорте не едьте без масок и не знаете кто сидит с вами рядом и даже человек который с вами рядом он может не знать о том что у него коронавирус мы будем разговаривать об этом вчера разговаривал с одним из высокопоставленных чиновниками министерства внутренних дел и слушай страшно что происходит я вызов мужчина 54 года никаких симптомов ничего все хорошо упал приехали сотрудники зафиксировать смерть сделали вскрытие легких вообще нет у него сгорели полностью два сотрудника которые проводили осмотр места смерти в больницу попали все внимание поэтому соблюдайте сейчас даже на улице нельзя ходить без маски в масках только дома в кругу семьи вы должны непосредственно но мы будем с это с екатериной ее блок будем с екатериной на эту тему разговаривать так по поводу похорон друзья не знаю сейчас будем думать значит мужчина который умер и мы с вами собираем денежку огромное вам спасибо всем екатерина нашла самый дешевый вариант но сейчас мы смотрим по поводу того если подтвердиться коронавирус у покойного это один момент не подтвердиться это другой момент я хочу обратиться к родственникам будьте на связи с екатериной пожалуйста вот она специалист в своем направлении то что вам рекомендую то и делайте соответственно если надо пойти к нотариусу надо пойти к нотариусу насколько я понимаю у вас там много граждан родственников которые здесь российской федерации вы уже понемножку там все объединились тоже чтобы решить вопрос этот граждане помогают деньгами и я благодарен за это ну давайте мы все по минималке будем делать еще раз говорю сегодня еще два обращения не надо нанимать никаких там дилеров для того чтобы они за вас все сделали документы вы можете вы законные представители покойного пожалуйста к нотариусу пойдите получите свидетельство о смерти только вы это можете сделать и соответственно на этом сэкономим деньги многоуважаемых граждан которые вам оказывают поддержку а дальше вы уже проведете поминальный день все это вы сделаете когда пройдут у нас все проблемы с коронавирусом молдове это сделаете сейчас здесь делать это необязательно вопрос почему кримируют друзья потому что как бы мы все православные да и у нас погребение не кремация но не выдают тела у кого зафиксирован коронавирус и заключение судмедэксперта том что гражданин умер от коронавируса не выдают тела специальная только одна одно крематорий один крематорий работы в москве который кремирует по специальным всем нормам и требованиям нету прощания спокойными тоже этого всего нету коронавирус быстрее развивается уже в теле тело теле покойного извините за я сказал сегодня будет сложный эфир дальше по поводу по поводу граждан приднестровья мы с вами тоже обговорили и друзья я сейчас рекомендую все-таки вам оставаться на местах не выезжайте пока не будет официального решения с украины будем действовать кому экстренно надо оформляйте так друзья мои надеюсь все понято сегодня очень сложный день по всем направлениям продолжаем работу по оказанию помощи почему-то сейчас начали обращаться очень много граждан которые остались без средств существования прошу вас подключиться к вопросу потому что уже не хватает продуктов питания не хватает денег для того чтобы оказывать люди просят памперсы люди просят детское питание не все к сожалению хотят благодарить я сегодня уже высказывал свое мнение слушайте но если вы обратились к молдавскому народу выскажите и слова благодарность а мы не хотим потому что как бы нам стыдно мы не хотим показывать лицо но добро надо показывать и за добро надо благодарить не хотите но принимайте для себя решение то что мы можем мы сделаем но народ надо благодарить за то что он оказывает вам поддержку в тяжелую для вас минуту подключайтесь друзья мои подключайтесь прошу подключаться и волонтеров у нас несколько волонтеров то ребята зашиваются не успевают делают по 300 400 километров в день надо поехать забрать продукты надо рассортировать спасибо тем кто сейчас покупает уже продукты передает вот бригада наших граждан республики молдова мы на сегодняшний день раздали все продукты вот все нет продуктов они просят нас 10 человек граждан республики молдова мы здесь уже два месяца зарплаты нет ничего нет еда заканчивается что нам делать друзья подключайтесь пожалуйста подключайтесь это наши соотечественники и мы должны им оказывать помощь у них действительно тяжелая ситуация ну друзья мои я надеюсь что мы с вами переговорили обо всем понятно что там переговорили самые основные вопросы мы подняли с семьей мы с семьями которые сейчас на нейтральной стороне мы на связи не знаю друзья как решиться вопрос но еще расскажу преднестровской стороне огромное спасибо ребят послушайте я же вижу как работает правительство молдовы и как работает правительство преднестровья они отрабатывают по полной и пытаются решить вопросы по всем направлениям но палки в колеса ставит правительство молдовы они не дают возможность возвращать вас домой получил обращение от ребят с франции сегодня сейчас буду до утра также работать в офисе выставлю обращение ребята наши во франции пропадают без денег мы не можем им финансово показать помощь в италии португалии а их не возвращает домой решают кому куда отправить самолет подняли мы шумиху да все они наладили один самолет в варшаву второй самолет варшаву российская федерация там чуть чуть побольше самолетов для того чтобы сбить накал но вы должны понимать если вы уехали с российской федерации и приехали вы уже дома очень классно не оставляйте своих граждан которые я буду говорить грубо но вот и так и есть тех граждан которые остались на поле боя то что сейчас у нас происходит слушайте боевые действия с правительства республики молдова и нам приходится применять какие-то стратегические навыки ведения боевых действий для того чтобы попасть домой к себе домой ну бред полный но другой картины я не вижу они там себя все генералами чувствуют понимаете все великие стратегии поэтому друзья мои давайте мы решаем вопрос по поводу женщин все там нормально подключились ребятам не скидывали информацию что там все хорошо у них по поводу наших двух женщин я рад за них отпишитесь если знаете конкретную информацию читаю тут дадона друзья мои он сейчас занят политическими всеми раскладами вы что не видите это откройте прессу молдавскую откройте прессу и почитайте что происходит одна партия там что-то высказалась альянсы рушится у дадона спина мокрая в том что власть не удерживает он сейчас не обеспокоен положением граждан послушайте я вам скажу так даже если бы ты сейчас потерял свою власть без разницы у тебя есть мандат есть колоссальные полномочия в реше все для своего народа тогда ты будешь спокойно что ты выполнил на себя взятые обязательства а он держится за кресло для того чтобы сейчас обеспечить политические все эти схемы и удержаться у власти не понимаю подход ну я когда-то говорил все каждый человек из нас заточен под что-то что-то у нас получается лучше чем у всех остальных кого-то деньги зарабатывать кого-то спортом заниматься футбол играть кто-то там бегает классно у дадона держаться за кресло вот вот новое направление понимаете царь горы вот другого я не могу ничего и попробую меня оттуда убрать а народ к сожалению у нас еще терпелив друзья мои вот просто прошу от всего сердца за каждого гражданина республики молдова прошу вас записывайте видеообращение ну записывайте хватит писать комментарии читаю ленту послушайте по 300 по 400 сообщение именно комментарии ваши видео над вы понимаете в чем вопрос есть восприятие человека на слух мы воспринимаем там 20 процентов на осязание мы воспринимаем еще там 20 всеми чувствами которые у нас есть на вкус воспринимаем видим так вот самое лучшее восприятие это видео картинка со звуком самое лучшее и вы запоминаете лучше и лучше информация всегда доходит и остается и распространяется лучше вы можете написать постом с днем победы но если вы при этом картинку выставите где солдат и напишите с днем победы вы согласны что по-другому это все смотрится вы можете написать с днем рождения или с первого мая что вы отправляли вы же отправляли картинку с первого мая правда же она лучше воспринимается веселее или вы видео отправлять еще лучше так вот восприятие видео контента намного лучше записывайте видео отправляйте и мы будем решать вопросы каждого гражданина значит кто подключился сейчас просматривайте эфир заново по поводу того что надо обжаловать протокол составленный если вы отказываетесь подписывать декларацию которая вас бы обязала 4000 лей оплатить за медицинский полис либо 20000 лей штрафа 48 часов для обжалования это важно юристы в россии юристы в молдавии подключайтесь волонтеры подключайтесь пожалуйста решению вопроса оказания помощи продуктами питания можете сами отвести дадим контакт отвозите пожалуйста сами не пишите в общем чате что вы готовы там помочь деньгами готовы помочь продуктами сразу очень много мошенников мы до сих пор их отсеивая помощники нужны пожалуйста тоже обращайтесь очень важно много направлений надо если вот сегодня допустим не отвечал на вопросы почему ситуация на границе с российской федерации все время туда ушло соответственно граждане остались без вопросов давайте будем взаимодействовать друзья давайте будем взаимодействовать давайте будем все на связи за нас никто не решит только мы все вместе сообща пожалуйста сейчас же многие дома кто-то из вас работал помощником руководителя знаете как процесс рабочий выстраивается давайте давайте все вместе направлений очень много работы я всех благодарю сейчас после эфира начну отвечать на вопросы держу связь с ребятами приднестровья на границе держу связь с правительством приднестровья очень надеюсь что они пересекут границу очень надеюсь связывался же со стороной приднестровья молдовы и соответственно на телефоне запись с консульством республики молдова в украине не сказали нет не пропустим все всех не пропускают значит друзья мои еще одно обращение если я найду потому что очень большая переписка я вроде бы сохранил но не знаю если найду одна российская семья предложила чтобы я обратился граждан кто хочет место работы с проживанием 30 тысяч рублей зарплата с проживанием и питанием ухаживать за домом есть животные дома так вот я сейчас постараюсь включить а вы прослушайте если вам будет интересно связывайтесь я попросил как бы чтобы дали контакты александр добрый вечер меня зовут людмила я хочу вот что вам сказать здесь звонила моя знакомая и говорила что в подмосковье на дачу нужна женщина с проживанием помощница по хозяйству возраст насколько я понимаю не имеет значения главное чтобы она могла помочь там приусадебным участкам с по уходу за птицей за собаками и кошками платят они конечно я поняла немного это с проживанием где-то в районе 30 тысяч если вдруг кого-то устроить такой вариант пусть мне позвонят или напишут в отцап и я тогда передам их данные я запросил много уважаемых гражданок республики молдова чтобы дали контакты именно этой семьи чтобы я переговорил с ними напрямую ребят но вы уже мне напишите кто готов на эти условия хоть одного человека мы трудоустроим уже мы с вами сегодняшний день прожили не зря огромное всем спасибо сегодня было очень много слез от граждан которые вот как бы кто-то мне пишет александр но нельзя показывать ситуацию в том что вот так тяжело гражданам жить но все же не так друзья мои не хочу просто давать вам прослушать когда плачут руку телефона и говорят у нас осталось пол булки хлеба два яйца все больше у нас ничего нет если вы нам сейчас не поможете не помогут граждане мы не знаем что делать не хочу выставлять эти звуковые файлы сам слушаешь и плачешь понимаете мы направили сегодня помощь сейчас гражданка сказала хоть хочет записать видеообращение с благодарностью в ваш адрес подключайтесь друзья потому что у нас как получилось и мы запустили с вами все собрали все что у нас есть и отдали там пять шесть сумок мы это все развезли сейчас уже граждане также нуждаются извините сегодня тяжело давайте мы будем компоновать и не набирать все что у нас есть две-три сумки и все отвозить компоновать по чуть-чуть но помогать большему количеству друзей наших нам же сейчас надо не завалить едой а надо дать возможности выдержать выжить в это время граждане действительно нуждаются друзья мои это не не шутки люди голодные и мы должны их поддержать для того чтобы всем было комфортно я благодарю всех за оказание поддержки в адрес наших граждан еще раз извиняюсь за голос сегодня очень много был на телефоне на звонки отвечал вы не представляете сколько всего приходится выслушивать уже потом мама позвонила одного из граждан граждан который застрял на границе понимаете я выслушал все из-за додона и за правительство республики молдова в том что я ничего не делаю не помогая не отправляю быстро решите вопрос и мне сына поймаете верните но потом мы пообщались женщина и она все поняла мы извинились друг при другу перед другом я не грубил просто я сказал вы поймите что ситуация сложная все что в моих силах я делаю у меня нету ресурса административного основная задача в том что мы с народом боремся против этого административного ресурса который должен был быть направлен на то чтобы ваш сын сейчас не находился на границе он меня болеет ему нельзя я все прекрасно понимаю и все мы делаем для того чтобы ваши граждан вернула уже когда колонна пошла много уважаемой женщина позвонила и мы очень нормально поговорили друзья мои прошу продолжать оказывать помощь вашим гражданам я очень вам благодарен за то что вы делаете от лица каждого гражданина республики молдова готов кланяться каждому многим и здесь основной вопрос том что мы с вами не останавливались нам надо помочь каждому каждому гражданину кто нуждается готов вам пересылать потому что может у кого-то какие-то сомнения в том что не обращаются друзья просто напишите мне и я вам отправлю аудиосообщение будете рыдать очень долго то что приходится выслушивать в каких ситуациях находится наши граждане это очень тяжело вынести очень тяжело но мы же с вами сильны мы совсем справимся и все сделаем просто прошу понимания не реагируйте на этих тролли кто-то там пишет что я беру деньги за консультацию бред же полный правда же вы начинаете с ним вступать в полемику и там подключаются другие тролли начинают между собой общаться вы поймите есть стратегия как работают тролли они сначала закидывают какие-то комментарии жесткие для того чтобы вы подключились вы уходите от темы и начинаете его долбить ему это и нужно он достигает своей цели он профессиональный психолог это не непростые тролли просто там непонятно откуда слушать это профессия за которую платят большие деньги они грамотные они психологи они грамотно пишут на молдавском языке грамотно пишут на русском языке они находятся вообще могут находиться где-то в юар сидеть грубо говоря и вы начинаете полемику защищать меня и они там начинают вас и переигрывать ну вы ушли от темы того поста который я выставил он вас и все подключаются не надо защищать просто не реагируйте когда у меня есть время буквально там две-три минуты попить чай я мотаю ленту и сразу их выбрасываю сразу их блокирую не реагируйте на них пожалуйста сейчас они будут более активно вести свою политику дадона там защищают еще там своих каких-то кандидатов предлагают они уводят вас от темы вот вы должны это прекрасно мы будем по этому направлению работы тоже не реагируйте на них лучше возьмите мне напишите будьте моими помощниками в том чтобы все правильно выстраивать напишите мне в отцап скинте пост александр заблокируйте тролль появился потому что он грязь начинает разводить и соответственно другие подключаются и все вы не видели последний двое подключились вроде бы с разных мест а потом таким работающий а там красноборске работаю электриком а молодец как у тебя здесь и люди подключаются я тоже электриком все вы ушли слушайте вы не должны быть так легко ведомы вы должны четко следовать вот есть тема вот по этой теме мы с вами и общаемся тогда у нас все будет хорошо важный очень момент друзья мои я вас обнимаю будем учить очень многому и новых аспектов которые вам до сих пор были неизвестны будем разговаривать и нам на многие темы религия продвижение работа компьютерные навыки слушайте колоссальные есть знания и возможности для того чтобы вас всему этому научить меня четыре высших образования давайте вот для того чтобы опять же может не все знают у меня юридическое образование у меня государственное муниципальное управление с красным дипломом сильнейшая академия в российской федерации по управлению государством что вы понимали у меня мбей магистр управления в бизнесе и психолог я профессиональный психолог медиатор переговорщик социальной сфере не с одним человеком а с группами людей с массами людей вот мои четыре направления только образование помимо того что у меня есть какие-то хобби и увлечения очень много мы будем с вами учиться я вас обнимаю друзья мои очень приятно было с вами пообщаться попью чай и продолжу отвечать на вопросы задавайте на ветке не задавайте вопросы только в личных сообщениях всех уважаю всех очень люблю каждого из вас я безумно люблю не оставлю ни одного человека пока у меня есть возможности пока я дышу пока я хожу каждому кто ко мне обратиться я буду оказывать помощь и это не пустые слова кто следит за моей деятельностью знаете что делал это уже 20 лет и продолжаю это делать какое-то время ухожу в тень так называемым когда все уже налажено и спокойно но когда возникают сложности первым на баррикадах всегда буду я и вас в обиду не отдам всегда буду защищать каждого я вас люблю ваш Александр Калинин с большим уважением и любовью к вам заговариваюсь тяжело любовью к вам пока пока удачи удачи Продолжение следует...